Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы продолжаем обзор журналов Дружбы Народов 2020 год. Но прежде чем начать обзор, я хочу поблагодарить редакцию журналов Дружбы Народов. Мы очень любим этот журнал и были счастливы. Сегодня в нашу библиотеку мы получили в подарок первые журналы за первые полугодия 2021 года. Это очень щедрый подарок для всех библиотек Кировского района. Все получат по одному экземпляру, а некоторые крупные библиотеки по два. Этот подарок мы получили еще и благодаря другу нашей библиотеки, писателю Марии Ануфриевой. Спасибо. Спасибо за то, что помните, что в библиотеках эти журналы, конечно, будут прочитаны. Обзор сегодняшнего журнала Дружбы Народов – это десятый номер. Я хочу начать не подряд, как обычно я говорю, с первой публикации, а с публикацией поэзии. В этом номере журнал «Поэзия» публикуется под такой шапкой «Удержать дыхание высоты», а проза «Восток – дело тонкое». Вот «Удержать дыхание высоты» и мне кажется, что этому эпиграфу очень соответствует стихотворение петербургской поэтессы Екатерины Полянской, и подборка ее стихов называется «В райских кущах Петербурга». Вынурнув из привычной дневной суеты, вдруг понимаешь – ночь, и тебе кранты. Словно бы сердце, переступив черту, падает камнем голкую пустоту. Шторы платные, надежен дверной засов. Только откуда он, этот тихий зов? Чуть различимый в шорохе сквозняка. Голос далекий, ноша моя легка. Стрелки часов дрожа повернули вспять. Кто меня будет, не позволяет спать? Кто этот мир в дребезге расколов заново создает из осколков слов? Кто напряженно вглядывается во тьму, верит в меня и ждет, вопреки всему, малую искру, отблеск живого огня? Это мой Бог ищет в ночи меня. Раздел «Проза журнала» открывает роман Михаила Гигалашвили «Иудея. Первый век». Михаил Гигалашвили – известный писатель, он написал уже множество романов. На полках наших библиотек есть несколько его книг. Среди них «Чертово колесо», «Захват Москвы», «Тайный код» и другие. Он номинировался на премию «Большая книга» за роман «Чертово колесо» и лауреат премии, русской премии в 2017 году за роман «Тайный год». А вот этот роман «Иудея. Первый век» он сейчас вошел в длинный список премии «Ясная поляна». «Иудея. Первый век» – само название уже говорит само за себя. Это жизнь Христа и не столько жизнь Христа, сколько описана его казнь. Но самая главная, центральная фигура этого романа – это Лука, которому надлежит написать Евангелие от Луки и описать жизнь Христа. Вот как напутствует молодого человека, тогда еще Луку, старец. Тебе надлежит войти в мир и записать все, что люди сами говорят о Ишуа, что помнят еще те, кто видел и знал него. А таких тоже немало среди стариков. Иди, смотри, слушай. А по той ты должен сам, понимаешь, сам. Старик ткнул у него пальцем. Написать о жизни Ишуа. Иди и помни, что ты в первую голову человек. Потом Кумраид, а уже потом писатель. Не забывай заповеди. Человек измеряется не тем, сколько он может взять у людей, а тем, сколько может им отдать. И завершая свой роман в эпилоге, пишет, подводя итог жизни Луки, писатель пишет, «Лука стал великим мастером слова, кисти и врачевание не только душ, но и тел человека. В возрасте 84 лет умер мученической смертью в городе Фивы. Был посвящен, повешен на дереве, но живет и будет жизнь в веках, пока люди читают книги». Также в длинный список премии «Ясная поляна», с чем очень хочется поздравить замечательного писателя Шамиля Диатулина, вошел роман, фрагменты которого печатаются в журнале «Дружба народов». Роман называется «Последнее время». Шамиля Диатулина наши читатели очень хорошо знают по его книгам, которые тоже были удостоены премии «Большая книга». Это «Город Брежнев» и «Бывшая Ленина». Я думаю, что этот роман «Последнее время» скоро появится на полках наших библиотек, и мы сможем с ним познакомиться. Здесь очень краткий фрагмент этого романа, но в качестве такого легкого знакомства можно прочитать этот фрагмент. Владимир Медведев. Печатается интервью известного писателя. Интервью называется «В зоне, куда пускают только своих». Владимира Медведева мы хорошо уже знаем по его известному роману, который называется «Захок». Этот роман был опубликован в журнале «Дружба народов» в 2015 году, номер 3 и 4. Он достаточно быстро вышел книгой, и книга уже давно у нас в библиотеке. Ее очень многие прочитали, я в том числе. И хочу сказать, что эта книга совершенно уникальна и удивительна, потому что очень многие люди, я думаю, да, наверное, вообще-то мало кто знает о современной жизни в Таджикистане. Когда-то одна из республик Советского Союза и Идиатуль Медведев пишет о Таджикистане 90-х. Очень многие из нас помнят Россию 90-х. И уже вошло в поговорку «Лихие 90-е», ну как их только не называют. А что такое Таджикистан 90-х? Это совсем не Россия. Это гораздо страшнее. И роман вообще-то завораживает и своим сюжетом, и описанием героев. И самое главное, мы видим, насколько вот в такие переломные моменты проявляется разность менталитетов. Таджики и русские, они вполне благополучно существовали в Таджикистане в мирное время. Но в такие моменты, когда происходит слом всего, то и слом взаимоотношений идет гораздо страшнее. И Медведев пишет о том, как отреагировали на его роман и русские читатели, и таджикские. Интервью очень интересно, и хорошо бы его прочитать после того, как будет прочитан роман. В конце интервью на вопрос, есть ли категория читателей, которой в первую очередь адресован ваш роман, автор отвечает, я никогда о том не задумывался, но, пожалуй, есть. Это люди с умом, сердцем, широким кругозором, со стремлением узнавать новое и понимать окружающий мир. Прекрасный роман. Публикация Надежды Рапопорт в рубрике «Нация и мир» имеет подзаголовок «Набережная исцелимых» и подзаголовок «Хроника венецианского карантина». Здесь, собственно говоря, идет рассказ о том, как люди переживают карантин в Венеции, застряв там по причине карантина на неопределенный срок. И продолжение этих записок мы увидим в 12 номере 2020 года. Евгений Амдулаев, постоянный автор журнала «Дружба народов», написал небольшие заметки, небольшой эссе, который называется «Дивный новый канон». Здесь он пишет о такой мании снесения памятников, пересмотра отношения к людям в рамках новой толерантности. И прогнозирует, и уже сейчас мы это видим, что вслед за памятником будут пересмотры отношения ко многим классическим произведениям. Грозит ли нам это? Ну, хочется, чтобы так не случилось. Но, тем не менее, заметки интересны, и стоит с ними познакомиться. Мария Ануфриева, особенно мне приятно говорить о ее небольшой публикации, поскольку она хороший давний друг нашей библиотеки. Она пишет под рубрикой «Культурная хроника. Проза над линией фронта». В Санкт-Петербурге при поддержке фонда президентских грантов во второй раз прошла открытая литературная школа. Партнерами школы, как и в прошлый год, то есть в 19-й, выступал журнал «Дружба народов», также «Президентская библиотека» и «Центральная городская библиотека» имени Маяковского. Особенно приятно посмотреть на прекрасные фотографии в гостях у открытой литературной школы. Приятно на этих фотографиях видеть знакомые имена, которые были в гостях у нашей библиотеки. Мария Ануфриева и Погодина Кузьмина, Павел Алексеев. Знаем мы книги Снегирёва, вот тут на фотографии Александра Мельхова. Очень приятно познакомиться с этой публикацией, посмотреть эти чудесные фотографии. И мы надеемся, что многие еще из этих писателей будут в гостях у библиотек Кировского района в Санкт-Петербурге. Спасибо вам за внимание.